Как вы знаете, Springboard – это бета-версия нашего главного проекта, который будет называться Marketplace. И благодаря этой платформе вы сможете, во-первых, выставлять свою продукцию, то, что вы нашли, а также выставлять продукцию других людей и получать за это комиссию. То есть вы будете иметь доступ к этим новым возможностям, и вы это сможете увидеть на Marketplace. So, in that direction, we have actually built out our Marketplace, and we are currently testing that with many users as well. As you can see, this is the back office of one of our sellers, who is able to upload products and list products, and make very good profits on these products as well, using places like Alibaba and Amazon and other places like that, by selling all over the world. и вы не должны о том, что обеспечивайтесь с проблемами, что обеспечивайтесь с eBay и Amazon и так далее. И вы можете реферировать продаж, и когда другие люди лисят продукты и продают, вы получаете деньги от этого тоже. Во-первых, мы сейчас можем наблюдать это back-office одного из наших партнеров. Здесь показалось, здесь вы можете наблюдать, что, во-первых, вы выставляете новый продукт, вы можете выставлять продукцию с сайтов, таких как Alibaba, отличных от eBay и Amazon, где требуется верификация и так далее. Здесь вы можете выставлять спокойно свою продукцию. Вы также можете рекомендовать других продавцов с других сайтов и получать за это комиссионные в том числе. История Казахстан У нас также, что касается Marketplace, мы сделали новый тренинг, благодаря которому вы сможете сами обучиться, обучить своих партнеров, как можно использовать другие сайты, потому что, видимо, многие столкнулись с тем, что и на Амазоне, и на eBay нужен особый процесс регистрации и так далее. Поэтому, если нет доступа на Амазон и на eBay, есть всегда другие возможности. Например, можно использовать Facebook и другие платформы, где вы сможете в любом случае генерировать гонорар в первую уже неделю-две. Мы не имеем вообще никакого продукта. В нашем случае, мы хотим осуществить, что в предлазначении, что наш продукт очень сильный и помогает каждому человеку в России, помогает каждому человеку, кто является членом Infinii. Я хотел бы также отметить один очень важный факт, что не забывайте о том, что мы компания, которая находится еще в запуске. Это достаточно интересный момент, потому что зачастую компании, которые еще находятся в процессе запуска, они не имеют продукции как таковой. В этом и есть отличие нас от других компаний в том, что мы хотим сначала запустить всю тренинговую, всю необходимую поддержку для своих партнеров, с тем, чтобы дальше можно было спокойно и уже, скажем, уверенно шагать дальше в продвижении бизнеса. Поэтому не забывайте, пожалуйста, компания находится еще в процессе запуска. Таким образом, вы видите очень-очень высокий маржин, здесь, и мы имеем сотни продуктов. Таким образом, это будет вкладываться и готово для наших членов, включая русских членов, в последние 3-4 дня. Также я хочу с вами поделиться тем, что наш список, скажем так, список отобранной продукции, список продукции и товаров, которые имеют особый потенциал, постоянно обновляется. Вы видите, у меня сейчас на экране выставлен огромный лист с товарами, который очень потенциально. Вы видите, что ритейл прайс, это цена, за которую можно купить этот продукт на обычных рынках, почти 16 долларов, 15.99. И вы можете, на самом деле, купить этот продукт за 6 долларов. И, естественно, вы понимаете, что у вас будет маржа почти в 5 долларов 47 центов, то есть 91% прибыли. Павел, пишет, что здесь, конечно,. Это очень уникальный, compared to the way typical network marketing companies work. So, this is a very unique opportunity for everybody, because they can generate an income without recruitment. They have access to vendors, because of us, that they can work with good deals on. We are helping them prepare specific pathways for international members. And this is currently still just in pre-launch. And as we move out of pre-launch, you're going to see a lot of the polish come on to this. I want to repeat that this is a unique opportunity. First of all, because of the company, which is in the process of the launch, we have already done a lot of work. Our business model is different from many companies. We are in the process of the launch, we have already support, we have training, we have specially developed programs for international markets, and we have already done a lot of work. And also, what was the last point? Sorry, I just lost it. That's okay. As you move out of pre-launch and into launch, they're going to see this entire thing presented in a much more polished way and make it a lot easier for everybody to work with. And the last thing that Hitesh said is that when the company already finally arrives, let's say, in the work, when the process of launch, the company will already, let's say, have a lot of polied, many training will already be ready, it will already be clear, how to work with the product. All the support will be ready. And also remember, that this is a unique opportunity for those, for those who, it's not just a network company, where you constantly need to recruit new partners. Here you have the opportunity to work directly with the electronic commerce and build your business. And in this is a big uniqueness of Infinii. And finally, we are going to make one addition, this will help us go to the next step. So, in addition to e-commerce side, Kevin and I have both done very well in online digital product sales and other related things, lead generation and things like that, online, outside of just physical product sales on eBay and Amazon. У нас в ближайшее будущее появится еще один интересный тренинг, который будет отличный от, скажем так, всех электронной коммерции, тренингов по электронной коммерции. Что подразумевается? В том, что в наш век цифровых технологий можно зарабатывать деньги, не только продавая на eBay и Amazon, можно также использовать другие возможности. So, if you look at Jason, Kevin and I, between the three of us, before we taught people how to sell on eBay and Amazon and e-commerce side, we have been responsible over the last 10 years for about $100 million worth of total sales. Если вы посмотрите на нашу предыдущую работу, непосредственно я говорю о Джейсине, Кевине и обо мне, за последние 10 лет мы заработали больше... How much did you make? $100 million. Yes, $100 million in sales. Yes, so the three of us are a kind of unique, especially Kevin and I have done a lot of online marketing, which has been very, very successful. And we are also adding into our product training, in addition to e-commerce, how to use marketing systems to generate an income online, even if you get stuck, even if you can't sell on Amazon or eBay and you don't want to do e-commerce, you will actually be able to access that trading within Prime Surge and Excel as well. Что у нас интересно? Самое большое ношество в том плане, что наш background, то есть то, чем мы занимались ранее с Кевином и Джейсоном на протяжении последних 10 лет, мы занимались не только электронной коммерцией, мы сделали более 100 миллионов долларов в продажах, и это связано с онлайн-маркетингом. Это значит, что можно заниматься не только электронной коммерцией, можно зарабатывать деньги, используя специальные маркетинговые инструменты онлайн. И мы подготавливаем сейчас особенный тренинг. Если вы, скажем так, если eBay и Amazon у вас не настолько эффективны, если у вас не получается, есть еще дополнительные возможности, которыми вы можете заниматься. И это связано с онлайн. Также у нас предполагается специальная лидерская программа. Лидерская программа для того, чтобы мы смогли вырастить команды. Сейчас уже мы наблюдаем лидеров, у которых очень сильные команды. Команды не обязательно... Сильная команда – это не значит, что она сильная по части количества, что большое количество людей. Нет. Сильная команда – это которая поддерживает друг друга, которая продолжает расти и так далее. Для таких команд, для таких лидеров мы будем проводить специальный лидерский тренинг. В конце концов, как вы знаете, мы имеем наши мастер-классы каждый день, и мы имеем тренинги в сентябре в сентябре. Мы будем тренировать и дать их в русском каждую неделю в 1-месячной декабре. Так что все в России могут также пройти мастер-классы и также учить тренинги в сентябре в сентябре в сентябре в сентябре и в строительной партнерской компании. Также, как вы знаете, компания Инфидмия предлагает мастер-классы по средам. Также утром в субботу у нас специальный тренинг. Эти тренинги и мастер-классы будут доступны на русском языке уже через неделю. То есть на последующей неделе после мастер-класса, например, вы сможете получить доступ к тем же тренингам, но уже на русском языке. Я хотел бы в ближайшее время перейти к вопросам. Я уверен, что у вас накопились вопросы. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы в заключении сказать несколько слов. Каждый из вас должен задать себе вопрос, это послание Атхитеша. Чего вы хотите добиться? Чего вы хотите достичь? То, чего мы хотим добиться как компания, это очень уникально и отличается от других компаний. Если вы хотите использовать что-то, как говорится, нелегально, если вы хотите использовать какие-то нелегальные схемы, MLM-схемы и пирамидные моменты, здесь это не получится. Итак, я бы хотела пригласить лидеров, задать вопросы. Возможно, у вас есть какие-то темы от ваших партнеров, непосредственно, пожалуйста, от вашей команды. Также хочу обратить ваше внимание, что сегодня на этой встрече с нами присутствует господин Брайан Бажик, который представитель компании на европейском рынке, и он только недавно приехал с Европы, где рассматривал продукцию, где учитывались различные вопросы, непосредственно касающиеся европейского и русского рынка. Поэтому, я думаю, он сможет нам помочь ответить на некоторые ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Springboard, если я правильно понял, он 15-го числа уже откроется, и все люди начнут получать выплаты. So, the question is from Dennis. As you understood, correct him if he's wrong, from the 15th onward, the Springboard will start working, and people will be able to, the partners will be able to receive commissions from this activity from this platform yes so the springboard has two pieces to it one is uploading products there where our members are able to purchase products and sell them that part already is working you just have to keep in mind that it takes an entire month more than a little bit of a month to get those results from Amazon so members who started doing that in December get those results on February 15 we post the results on every 15th of the month for the previous month so the month before that and that's why you see this delay in the middle that's not a delay on our side that is a delay from Amazon and that's just the normal part of e-commerce что касается Амазона что касается Springboard в Springboardе присутствует два момента во-первых первый момент в том что вы можете выставлять свою продукцию для продажи на Springboard и имейте в виду что это займет приблизительно месяц прежде чем вы сможете видеть результаты это связано не с это связано не с нашей стороны это относится к Амазону потому что Амазон Амазону требуется около месяца для того чтобы показать результаты поэтому партнеры которые начали работать например в декабре уже через месяц а именно к 15 января смогут увидеть свою активность в продаже на Амазоне то есть выставлять продукцию уже можно на Springboard амазону амазон можно узнать что в частности и сейчас больше всего это письма это первое это может быть это первое начало это это первое это первое что мы это в декабре и мы сколько это нам но что уже добиться что и это что мы все и что это мы что это И второй момент касается Springboard, это то, что вот эти листинги, которые списки всех товаров и услуг, которые отслеживаются компанией Infinii, будут предоставлены с 15-го числа. То есть специальная категория продукции товаров, которую вы сможете уже видеть с 15-го числа непосредственно на этом месяце. Это второе дополнение непосредственно к тому, что уже мы имеем. If I set it right. Поэтому есть два момента. Денис, я ответила на ваш вопрос или можно что-то дополнительное? Еще такой следующий вопрос. Когда компания планирует открытие Marketplace? The second question from Dennis is when the company is planning to launch the Marketplace. When we come out of the pre-launch. The important thing for us is we have... Перед тем, как в заключении Хитэш хотел бы, чтобы, возможно, один из партнеров, один из лидеров задал еще вопросы, а потом, в конце концов, он хотел бы передать слово нашему уважаемому господину Кену Ибриану, чтобы поговорить касательно следующих моментов по маркетингу. Что Хитэш, его основная мысль, хотел бы передать в том, что каждый день компания Infinii получает огромное количество звонков, или имейлов от различных партнеров с разных стран и в разных ситуациях. Есть люди, которые парализованы, есть люди, которые не могли ходить и были в совершенно подавленном состоянии. И когда Хитэш наблюдает, что эти люди смогли вернуть свое достоинство, и благодаря продукции компании Infinii, даже без рекрутинга новых партнеров, просто непосредственно электронная коммерция, даже благодаря этому они смогли повлиять на свою жизнь и вернуть свое достоинство. И это основная задача Infiniii на сегодняшний день. В первую очередь... Майя, можно вопрос, если вы закончили? Я прошу прощения, я боюсь, что сейчас все закончится, и мы не зададим вопросы. Извините, я очень извиняюсь, но вопросы очень животрепещущие, потому что Хитэш немного не ответил на вопрос Дениса. И сейчас все лидеры сидят немножко в недоумении. Майя, я вас очень прошу, спросите, пожалуйста, еще раз, смотрите, в чем дело. Все очень хорошо, нам очень нравится проект, компания очень серьезная, и у нас большие ставки. Но прошло вот это время, и у нас нет корректного обучения на русском языке для тех людей, которые пришли в нишу электронной коммерции. Вот то, что я лидер, я заработала больше 10 тысяч долларов на бинаре, на приглашение, это одно. Но в моей команде очень много людей, которые пришли именно зарабатывать в нише электронной коммерции. Нет корректного перевода, люди не могут учиться. Те титры, которые идут, они не отражают и 20% того, что говорится на тренинге. Мы не можем посещать мастер-класс, у нас нет такой возможности. Люди нас каждый день терзают и требуют, когда будет адекватное обучение. Заканчивается два месяца, люди не вернули еще те деньги, которые вложили в лицензию. То есть нам вот это очень нужно. Вот это самое важное, самое главное. Люди не могут понять адекватно, как со спрингбордом, как с Амазоном, потому что мы не специалисты, нас никто не обучает, и мы не можем людей обучить. И обучиться не можем, потому что нет корректного перевода. И мы постоянно об этом говорим, и мы не слышим ответа. Спасибо, Майя, большое. Спасибо, Ольга. So, a message from Ольга. I just had practically finished the message from Hitesh. However, I guess that there is a lot of misunderstanding from the part of the Russian team in terms of the leaders that, yes, they strongly believe in the company, they share the mission, they see the future, They see that this is a serious project, and they're willing to put everything in it. Now, so far, the clients and the partners of this particular leader is wondering when is the proper training, the proper translation is going to happen. Why? Because so far, for example, the master class, all the beliefs that the translation is insufficient, still people, still customers and clients, Russian-speaking clients, they don't understand the specificities of the e-commerce business. They don't understand how to open accounts and so on and so on because there is no adequate translation. This was the most important message from this leader. Yes, she's making more than $10,000. She made more than $10,000 in a month, but she did it in a binary plan. So it was mostly on referral, but for the part in the e-commerce, they are very weak and they are feeling very impatient. At the same time, they're feeling that they are not being hurt because they do not have this same material and same training in Russian language. So this is sort of the feeling that I've got. So let me address that. And I'm going to give you a longer piece so you can translate the whole thought properly. So the problem is not just translation. It's easy to say that it's an issue of translation, but it's not just translation. When we started pursuing this and presented the translation, translated material originally, we found that many of the things, as they were being taught, did not directly apply to Russia. They did not directly apply to EU. There were some specific steps along the way that they would have to do before they could take full advantage of it. That's why we set up a whole new department, a product development department for European Union and Russia. That's why we sent Brian over to Europe. He just came back yesterday, actually, to make sure that from both the legal perspective and from what the member can do on the e-commerce side, we have all the bases covered. So the easy solution, look, if we were just looking to put up a solution, we would translate it to Russian and say, here you go, figure it out. But what we did is we saw that there were some issues there. Even with translations, the average person couldn't do it that well. That's why we developed the additional training, the additional marketing, and a whole new department to help specifically the Russian members and give them the training that they need to help them succeed with this. So the translations are the second step. The first step is to make sure that the material and the training itself works for the average Russian. So if you can communicate, that's what we've been doing. And now we have a whole new... And I would really like Brian to discuss this a little bit here, because he has just spent pretty much a week with our European Union specialist and our Russian specialist and so on. So please translate that and then let Brian speak. The answer to your question is, Oly, at Hitessa. The human relationship is not only in the translation, but if it was only in the translation, if the translation were already in the translation, you could be directly sent to the documentation, по компании, можно было бы сказать, вот, пожалуйста, вот все, что вам нужно делать, и сами решайте все эти вопросы. Но компания решила сделать это по-другому, поняв, что дело касается не только перевода, что есть определенные законы, как на европейском рынке, так, естественно, на российском есть законодательная база, которая отличается от законодательной базы в Штатах. Именно поэтому был компанией, совершенно недавно основан специальный новый корпоративный отдел, который включает в себя такого человека, как Брайан, например, специалист по данному рынку. Он провел больше недели или двух в Европе, непосредственно изучая вопрос законодательной базы. Дальше. Почему? Потому что возможности и именно законы отличаются от того, что есть в России, от того, что есть в Америке. Поэтому сейчас это все учитывается. Естественно, и материалы, и тренинги – это все в процессе. Поэтому, скорее всего, это самое главное сообщение, которое Хиташ хотел передать. Скорее всего, это терпение, потому что уже основан новый отдел, который учитывает не только перевод. Перевод – это второй момент. Самое главное – это разница введения бизнеса в Европе, в России и в Америке. И с этой разницей столкнулись совершенно недавно. То есть дело не только в том, что это английский язык. Дело непосредственно в том, что по-разному ведется бизнес, и это нужно непосредственно учитывать. Именно поэтому был основан новый отдел, где господин Брайан, скорее всего, сейчас сможет со своей стороны передать то, что ответит на ваш вопрос. If I understood it correctly, so that will be Brian to address this issue as well. Yes, and Brian will address this. Brian, we can't hear you, so please check your mic. So I would like Brian to address it. At the same time, I also want to make one further point on this. We do have members in Russia who are doing well on e-commerce. We've actually known members in Russia doing well for over a year. We just haven't released into Russia in a big way because just because a few people are successful, that doesn't mean that we can say that, oh, everybody in Russia can do this because there are specific steps along the way. So we are taking care of those steps. We're actually going to be preparing a case study just for Russians to help them see, okay, if you are somebody from Russia, here's what you do. Step one, you create your account. Step two, you now need to set up the special account so you can receive payments. Step three, you need to set up the special thing to get your identification done. Step four, now you can start listing. So we actually have a case study step-by-step way that we're already developing for Russia and we're going to put that out. I think it is more important to put out right information and make sure that people are successful instead of putting out information and translating in Russian just so we can say that we gave some Russian translation. So that is just because our culture is different. I understand that it's more exciting for us to put out new Russian thing tomorrow, but I think it's more important to make sure it's right. So that's why I said originally we are doing something new. Our model is different, our product is different, our culture is different. We are going to have some challenges, but we are committed to fixing those challenges. And that's what we are doing right now. And that's why I really appreciate help from people like Olga. This is important for us. And I appreciate her bringing this to us and us being able to address it. Thank you. Hitesh, перед тем, как передать слово Брайану, чтобы, скажем так, заключить этот вопрос и чтобы вы правильно поняли все намерения компании. Во-первых, самое главное, что он хочет сказать, что в России, на российском рынке уже есть люди, у которых достаточно очень хорошо получается работать с электронной коммерцией. Но из-за того, что этих людей не так много, мы не можем сказать, что каждый человек в России может заниматься электронной коммерцией. Нет. Дело совершенно не в этом. Но благодаря таким людям мы создаем примеры case studies, то есть это специальные проработанные пошаговые системы, которые основываются непосредственно на примере российского рынка. То есть, что, например, если вы россиян, если вы русскоговорящий, вам в вашей стране не нужно сделать там шаг первый, открыть аккаунт и так далее, и так далее. То есть, пошаговая система находится уже в разработке. Опять-таки, я бы мог вам сказать, что завтра мы выложим эту информацию в back-office или послезавтра. Я бы мог бы сделать вам, скажем так, сделать видимость того, что у нас уже присутствует материал на русском языке и выложить просто какой-то ненужный текст. Но это никому... И в этом нет необходимости. У нас другая культура, у нас другие обязательства в компании. Мы хотим, если выкладывать уже информацию, это информация проверенная, работающая, которая имеет смысл, которая непосредственно поможет вам преуспеть. И Хиташ выразил огромную благодарность таким лидерам, как Ольга, говорить, что благодаря вам мы продолжаем развиваться. Да, мы знаем, что у нас большая миссия. Да, у нас наверняка будут препятствия такие, как, например, перевод или какие-то законодательные особенности в разных странах, но потихоньку мы это все преодолеем. И, как вы уже видите, у нас уже появляются и видео, и специальные тренинги на русском языке, и у нас, самое главное, появился отдел и команда, которая будет непосредственно работать над тем, чтобы работать с теми трудностями, которые выходят на разных рынках, например, на русскоговорящем рынке. У меня вопрос следующий. Не работает система PayPal в таких странах, как Украина и Казахстан. Как компания вообще что-то делает в этом направлении? Да. Мы recognize the issue with PayPal и Казахстан и а couple of other locations already. Мы уже уже работали на это, и я вообще у нас сегодня с нашим EU специалистом. Есть два способа для того, это проблема. И мы уже подключили это в тренинг. Я уже reviewed это уже и мы expect что в конце недели в следующем неделе, в следующем неделе, мы уже в следующем тренинг в обратном офисе, для членов в Казахстане, в Украине, в Нигерии, которые имеют проблемы с PayPal и создавать бизнес-пайпал аккаунт. И в ближайшие 8 дней у нас в бэк-офисе появится пошаговая система, что нужно сделать в случае, если PayPal в вашем конкретном регионе не работает. То есть уже адресована эта проблема и в ближайшие пару дней, несколько дней также будет предложено решение. Иснар Ильич, 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 Ильич и Оли, и так далее. Один из того, что мы вам дают вам, когда вы приведете эти проблемы с нами, мы будем делать решения, и мы будем мажем вас в отношении с клиентами, с клиентами, с клиентами, мы будем тестировать, мы будем работать и сделаем это. Также Хиташ хочет передать сообщение ответственным лидерам, то есть лидерам команд. Пожалуйста, я понимаю, что в вашей команде есть, в ваших непосредственных регионах есть некоторые специальные проблемы, например, по продукту, по переводу, по PayPal и так далее. Пожалуйста, давайте держать обратную связь, чтобы мы могли дальше связаться с партнером, у которого была конкретная проблема, и проследить, решилась ли проблема. То есть мы хотим иметь обратную связь непосредственно с людьми, которые испытывают какой-то, скажем так, дискомфорт, недостачу тренинга и так далее. То есть, пожалуйста, обратная связь и с вами, как с лидерами, и с тем партнером, которые имели какую-то конкретную проблему. Потому что я очень интересен, я не CEO и название, я очень интересен в каждом процессе, чтобы мы двигаемся в правильную сторону. Брайан, мы можем проверить, если мы можем слышать? Нет, мы все равно не можем слышать, Брайан. Последнее сообщение от HitEche, он хотел бы передать, что на каждый вопрос у него есть ответ, потому что он не просто управляющий компанией, это управляющий компанией, которые имеют огромное влияние у себя, принимают участие во всех абсолютно вопросах. Поэтому, естественно, это не просто номинальный директор, это человек, который растит свой бизнес, растит эту компанию, и поэтому он каждый раз использует, говорит, у нас другая культура, мы другая компания, мы особенная, мы уникальная, мы хотим вас слышать. Я прошу прощения, но я не готов отпустить HitEche, простите, что я прерываю вас, но у меня еще есть несколько вопросов и пожеланий, которые я должен был бы озвучить на этой встрече. Я прошу прощения, что не даю вам закончить и перейти к делам. Просто последний вопрос, sorry, HitEche, Дмитрий, он сказал, что, я не могу еще раздать вас, потому что у меня есть вопросы, и у меня есть вопросы, которые были не решены, и я, пожалуйста, буду вам поддерживать вашу внимание и express это. Дмитрий, как вы считаете, если мы отпустим наших управляющих, например, Кена, у него уже следующая встреча, и мы смогли бы с вами провести более-менее индивидуальную встречу, где смогли бы обсудить непосредственно вопросы, которые вас заботят? Ну, это, наверное, возможно, тем более, что если у Кена и других людей есть еще другие встречи, без проблем, поскольку те вопросы, которые у меня есть и предложения, которые у меня есть, они, конечно же, касаются абсолютно всей компании, всех партнеров, и я не имею ничего против. Конечно, из-за того, как Дмитрия, это...